и уже продолжается это более пяти лет более пяти лет продолжается вот это наша идея деятельность проводить уроки торы чтобы каждый человек где бы он не был мог открыть любую соц сетей и услышать роте торы в разных разных вариациях причем что интересно наша именно миссия идея воикры платформы воикра чтобы атория рассказывали не те люди которые уже далеко далеко ушли мир торы и они уже говорят на языке который появляется новый язык то есть они уже в свою модель мира они настолько заполнили ее вот этими вот тора это как текст от всевышнего да и они уже говорят между собой они друг друга понимают а чек который пока не столько вот он только включил там и думают о чем он говорит что за тора все он не понимает вот мы как раз стараемся на очень простом понятном языке передать именно божественный свет потому что каждая заповедь это свеча а тора это свет и путь к жизни путь к жизням то есть путь к вечной жизни это нравственное совершенствование только вот мусар это нравственная нравственная работа над собой да работа над собой моральная дисциплина переводят на английский слово мусар это когда человек перестает быть животным то есть чем меньше ты животное тем больше ты человек по простому да у нас внутри идет все время борьба между душой которая божественный свет и между телом которое животное и чем ты больше побеждаешь в этой борьбе тем больше ты человек хорошо теперь сегодня у нас глава пинка заканчивается и вся глава вся глава вот начиная со вчерашнего дня посвящена инструментом как приближаться ко всевышнему больше всего и оказывается оказывается что больше всего при приближают ко всевышнему какие инструменты курба нот курбан это это как жертвоприношения и курбан это корень идет здесь к кэй рэйш бет ликарев приблизить то есть курбан при приношении жертвоприношения но приближает к ко всевышнему но мы не можем мы не можем сейчас приносить жертвоприношения во-первых нет храма во вторых мы уже как бы совершенно по-другому устроены психологически чем те люди в то время потому что когда когда мы видим как например там ну я я честно говоря ни разу не видел как как режет животных да как убивают животных хитудила даже кошерный бой не ни разу никогда не видел как их убивают я не думаю что вот это вот зрелище она бы меня бы сильно бы порадовала до эмоционально но те люди которые жили в то время когда детская смертность была 50 процентов сразу при родах а в течение первых пяти лет еще там умирали дети то есть когда человек видел за свою жизнь уже там к пяти годам он видел много смертей и не не забыла покушать если ты предварительно не убил это животное то есть люди были ближе к ближе к этому моменту вот перехода из этого мира в мир духовный то есть смерть это переход из материального мира в мир духовный и когда человек видит вот эти вот переходы неожиданные переходы или ну там болезненные переходы то у него появляется в ракурс такой в жизни да он понимает что жизнь в этом мире она может любой момент прекратиться да дай бог каждому из нас долгие годы жизни как мы учили в мишлей что что тора она дает человеку орах я мим долгие дни вешнот хаим и годы жизни вы шалом и оси фулах они добавляют и шалом самое же главное не просто как ты живешь а живешь ты в шаломе в мире да с собой в мире с близкими в мире с вообще в мире когда вокруг нет войны или ты живешь в какой-то жуткой войне да мелхама это бывает у человека внутренняя война когда он все время сам собой там воюет бывают у него не дай бог война с близкими бывают у него война вообще война в которой сейчас мы живем страшная вещь вообще и значит люди в то время больше намного сталкивались с несчастьями с такими реальными несчастьями и поэтому они больше ценили больше ценили в шалом да хорошо теперь получается так жертвоприношения сегодня нет но дальше идет вот в сегодняшнем отрывке как раз 6 7 отрывок здесь идет повторение всех законов про праздники про праздники праздничные жертвоприношения но и без жертвоприношения праздники они являются моментами такими в течение года да вот есть 365 дней и в течение года у нас есть начиная во первых есть каждую неделю суббота это праздник это праздник соединения со всевышним седьмой день ты перестает прекращаешь повелевающую и проливающую творческую деятельность то есть ты останавливаешь свое изменение мира да то есть ты перестаешь работать и ты начинаешь наслаждаться тем какой мир какой мир как он вообще всевышнего сделал прекрасно ты благодаришь всевышнего целый день благодаришь обращаешь внимание на людей которые вокруг тебя семья в синагогу приходишь то есть ты суббота каждый седьмой день ты входишь в состояние соединение остановки до шаббат на самом деле он переводится как остановка и ты останавливаешь вот этот вот автоматический свой бег какой-то реактивный и ты такой оп и 24 часа ты на контакте со всевышним если ты это сделал правильно то ты обнуляешь каждый седьмой день обнуляешь свою духовную как бы духовную составляющую и ты начинаешь понимаешь что в принципе день 1 день 2 день 3 день 4 что ты что-то делаешь 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 потом об шаббат остановка и также когда-то жизнью будет то есть ты жизнь материальном мире живой живой живешь потом об остановка выход из тела здравствуйте а чем ты занимался да и работал все время ну и что ты с собой что принес да ничего не принес все там оставил вот значит все там оставил а отсюда-то что принес ничего а уроди торы проходил не проходил вообще ничего не знаю а добрые дела делал ничего не делал только забирал а значит молился всевышнему благодарил за то что есть хотя бы мне ничего не благодарил чем все я же сам судил ну значит до свидания извините вы прожили жизнь зря значит впустую все что вы делали вы делали для себя все ваше там и осталось значит для души своего ничего не делали поэтому значит game over все а другой приходит чем занимался я около я все знаю значит вот я знаю что сейчас здесь будет там небеса все я учил про это все знаю конечно как все работает а еще чем занимался заповеди соблюдал каждый день все сделал доброе дело делал постоянно вообще с утра до ночи все время тут доброе дело там доброе дело здесь доброе дело все пожалуйста пройдемте на следующий уровень вот у вас мир получения награды вы там хорошо поработали тут хорошо отдыхаете как перед шаббатом сейчас перед шаббатом например кто подготовиться к шаббату то 24 часа может отдыхать еду приготовил все заготовил и отдыхай себе да а кто не подготовился шаббат ничего делать нельзя или ты нарушаешь волю всевышнего вот и все хорошо значит здесь нам рассказано про все праздники начиная с месяц ниссан первый месяц года на 15 день в полнолуние месяца ниссан исход из египта дальше прошло 50 дней 7 недель шавод день дарования торы дальше проходит после шавода получается живота нас это третий месяц года третий месяц года про проходит четыре месяца четыре месяца проводит и праздник который называется сукот живем в шалашах значит 14 а секундочку проходит еще получается с третьего месяца по седьмой месяц первый день седьмого месяца это роса шана это начало в духовном плане начала года то есть пэсах это начало года в физическом плане до когда вышел на свободу физически хороша шана это день день суда когда когда про к вы просвечивается твоя ментальная ментальная твоя сущность до то есть у человека есть его тело ну дело тоже зависит очень сильно от мышления. То, как ты тренируешься, как ты относишься к телу, все стрессы, эмоции, все в теле отражается. Но главная часть в человеке, которая выделяет человека, определяет человека, отличает каждого из нас друг от друга, главная часть – это способ мышления. И в Рошашана человека проверяют. А как ты мыслил? Что ты делал в прошлом году? Все, что ты делал – это следствие твоего мышления. А что ты собираешься делать в следующем году? Это все в голове. Рош – это голова года. А что ты собираешься? Какие у тебя цели? Что ты любишь? Что для тебя важно? Какие ты ставишь себе какие-то правила, принципы? Все, это идет как такой рентген, МРТ, такое, интеллектуальное части человека в Рошашана. Потом ему дается 10 дней и 10 дней раскаяния. Те, кто концептуально живут в Торе и понимают, как все работает, они знают, конкретно знают, что с первого числа месяца Тишрей до десятого числа месяца Тишрей 10 дней. Называется 10 дней раскаяния. И можно в эти 10 дней поменять всю свою интеллектуальную сущность. И, значит, что такое раскаяться? Сказать, ты знаешь, я вот думал, что вот это правильно, и я хотел это делать. А вот сейчас я понимаю, что это неправильно, и я хочу делать что-то противоположное. Это называется раскаяние, да, когда ты с плохого пути сходишь, как бы переключаешь рельсы. И 10 дней есть на то, чтобы поменять свое мышление и перезагрузить, как бы, да, свой компьютер. И после этого, что? Йом-Ти-Пур. Бах, Йом-Ти-Пур. Это день искупления грехов. Но как он устроен, день искупления грехов? Очень интересно. Ты берешь, значит, берешь ты сутки, не ешь, не пьешь. Вчера, кстати, был пост, и это такой, как... Каждый пост, это как мини Йом-Ти-Пур. Ты говоришь, мое тело не будет, но управляет. Мое тело, мои животные инстинкты, они подчинены моей душе. И, значит, ты сутки не ешь, не пьешь, в синагоге, как ангелы, стоишь, молишься, делаешь там специальные, как раскаяние, такой специальный веду, это называется, за все грехи, на всякий случай раскаиваешься. То есть ты, как бы, закрываешь этот процесс и говоришь, я ангел, все, посмотрите на меня. Может, я и был не ангел в прошлом году, но в этом году я выбираю быть ангелом. Все. И после этого, после Йом-Ти-Пура проходит еще пять дней и начинается праздник, который называется Сукот. Все уходят в шалаши и неделю живут в шалашах, трясут четырьмя видами растений. А вот это тут как раз проверка. Или ты ангел, или ты шибкоумный, который считает, что, а что, должен какие-то четыре растения вместе соединять, трясти. Потому что Всевышний сказал, поэтому и надо. И живешь в шалаше, есть такая, знаете, как выражение, с милым и рай в шалаше. То есть, если ты в душе действительно установил вот эту связь со Всевышним, в котором ты полагаешься на Всевышнего, в котором у тебя есть одна забота выполнять заповеди и делать то, что Всевышний сказал добром и не делать то, что Всевышний сказал злом, у тебя наступает внутри полное, полнейшее умиротворение. И ты прямо в этой сути живешь себе, кайфуешь и понимаешь, что для счастья, что нужно, только чтобы на душе было хорошо. И, значит, после этого, это у нас седьмой месяц, заканчивается праздник Суккот. И мы ждем опять чего? Опять мы ждем Песоха. То есть, первый месяц, через там четыре-пять месяцев, опять все начинается заново. И в главе Пинхас, весь конец главы нам рассказывается в подробностях про эти все праздники, как, что, что Всевышний конкретно сказал в каждый праздник делать, что делать нельзя, как его провести, чтобы в это специальное время, делая специальные действия, соединяться со Всевышним. и это очень важный урок, который мы сейчас вот отсюда хотим вынести, что если в правильное время делать правильные действия, то будет все хорошо. И, как раз, я хотел бы, тут есть такая книга, очень всем рекомендую, Раф Джонатан Сакс, называется «Уроки лидерства». Раф Джонатан Сакс, он был раб Англии, он был раввином Англии, и, ну, там, он с королевой там был, в хороших, в этом он был лорд, пэр Англии, то есть в Англии он считался один из самых умных и выдающихся людей последних десятилетий во всей Англии, не только в еврейском мире, при этом он был главный раввин объединенного этого королевства английского, в общем, очень была выдающаяся такая личность. И он, значит, написал много книг, есть одна из его книг, которая называется «Лидерство в Торе», «Уроки лидерства». Где он по каждой недельной главе, он, как бы, приводил, какой урок для лидеров мы отсюда можем выучить. И глава Пинхас, да, которую мы сейчас изучали, он говорит, что глава Пинхас, она содержит мини-очерк о лидерстве, который, который прямо в нем есть, ну, сжатая, некая сжатая формула лидерства, очень интересная. В чем она заключается? Машер Абейну, когда он понял уже, что он не зайдет в землю Израиля, в этой недельной главе Бог ему еще раз повторил, что ты уже приближаешься ко смерти, в землю Израиля ты не зайдешь. И в этот момент Машер Абейну попросил, чтобы Всевышний поставил вместо него другого лидера. Это была его просьба. И тут написана интересная вещь, что мы же знаем, у Машер Абейну было двое сыновей, Дершон и Элеезер. Но он понял, значит, что они его не заменят. Интересно, что Тора очень сильно разделяет между разными-разными функциями в духовной работе. Есть священники, да, колено Аарона это священники, и оно передается только по наследству. То есть, нельзя стать, я не могу стать священником, и даже царь Давид не мог стать священником, царь не может стать священником, и священник не может стать царем. Значит, есть священничество и царство, это передается по наследству. Теперь, но мудрость, она не передается по наследству. То есть, стать мудрецом И тем более стать пророком. Пророк это следующая ступень, когда она выше, чем мудрость, когда ты уходишь выше, чем мудрость, но ты должен опираться на мудрость. То есть пророчество это уже следующая ступенька за мудростью. Но мудрость, написано, она не передается по наследству. Мудрость это только личное достижение каждого. Поэтому были, например, в еврейском народе были главы еврейского народа, главный мудрец Наси Шмая и Автальон. Они были принявшими иудаизм. То есть можно прийти со стороны и стать главным мудрецом в еврейском народе. То есть знание Торы никак не передается по наследству вообще. И вот здесь, так как Маше Робейну мы его называем, Маше учитель наш, он совмещал функции учитель и царь может быть функцией одной и той же. Так как Маше Робейну совмещал эти функции, но мы его знаем Робейну учитель наш. То есть он нас научил. И поэтому Бог сказал, что тот, кто будет лидером после тебя, это не будет твой сын. Они как бы не смогли, не справились. И он пишет, интересно, Раф Сакс пишет, что в отличие от венцов, от короны священника и царя, вот корона мудрости, она не переходит от отца к сыну. Харизма редко передается по наследству. Теперь после этого Маше Робейну просит Всевышнего, чтобы он ему показал на человека, который будет после Маше Робейну управлять еврейским народом. И он свою просьбу выразил в трех качествах, которые он попросил. Значит, прям дословно Маше Робейну просил Бога так. Пусть Бог, дающий дыхание всему живому, назначит человека над общиной, который бы выходил перед ними и шел бы перед ними, который будет выводить их и переводить обратно, чтобы община Бога не была подобна стаду без пастуха. Значит, и вот он просит вот такие вот три вещи. Мы уже обращали внимание на то, что действительно человек без лидера, люди без лидера, они похожи на стадо овец без пастуха. То есть у людей это прошивка конкретная внутри на уровне неосознаваемом, да, уровень мышления, что люди ищут себе лидера, ищут пастуха. То есть эта животная часть, которая есть в каждом из нас, в каждом человеке, она работает вот прям как часы. Всевышний так все запрограммировал, что всем нужен лидер. Теперь, дальше, какой должен быть лидер? И здесь, значит, если обратить внимание, как Маше Робейну попросил, отсюда мы видим три главных качества лидера. Первое, что он попросил, значит, что, когда он сказал, что Бог, дающий дыхание всему живому, дыхание это руах. Руах это не только дыхание, да, дух, это намерение, желание. То есть он говорит ему, Бог, который знает желания всех людей. И ты знаешь, что у всех людей разные желания. У каждого человека есть, его мир настолько разнообразен, настолько люди разнообразные, что у каждого есть свои какие-то желания, намерения. И только Бог знает намерения и желания всех людей. Так он ему говорит, Бог, который знает, что все люди так разнообразны, и что нет двух похожих людей. Так поставь лидера, который знать будет терпеть каждого человека и его особый характер. То есть лидер, он должен учитывать всех вообще, что один то хочет, другой то, один это, другой это. То есть он должен быть человеком, который учитывает разнообразие каждого. Теперь дальше. Очень интересно. Да, и так как все разнообразные, то без лидера люди не могут, они превращаются в хаос. Теперь дальше. Лидер уважает разных людей, как дирижер оркестра, соединяющий в общем звучании множество инструментов. И истинные лидеры не стремятся навязать единое образие, они ценят разнообразие. Второе, что попросил Моше, это чтобы это был Иш, человек. Ну, дальше он приводит, что два раза это используется в Торе. В том числе, слово Иш, человек, как бы с большой буквы, оно обозначает в одном случае, это было, что Бог сказал Моше, Иш, она в Миколе Адам, что он человек самый смиренный из всех людей. В другом случае говорится, что он был, значит, Иш Моше, он был очень велик в стране египетской. То есть, вот это вот качество человек, оно здесь соединяет, что он, с одной стороны, он великий по всем своим действиям, талантам, он очень мощный, с другой стороны, он при этом смиренный. Для лидера это очень важно, потому что иначе он будет отталкивать какую-то часть людей. И третье, что он попросил, третье, что он попросил, значит, чтобы он ходил, выходил и шел перед ними, да. Это значит, что лидер должен руководить, находясь впереди. Но в то же самое время он должен не двигаться слишком быстро, учитывая скорость движения всех людей, которыми он руководит. В общем, Машер Абейну просил найти такого лидера. Всевышний показал на Юшо Абинун, и это был ученик Машер Абейну, который все время учился у него. И отсюда мы учим такой закон, что Шимуша Шель Тора, Шимуша это как, когда ты находишься рядом с Торой, да, и прислуживаешь мудрецу. То есть, ты находишься рядом с ним, и все время ты рядом с ним в жизни. Это больше, чем изучать Тору. То есть, через личный контакт и через то, что ты за ним повторяешь, это больше передается Торе, чем когда ты учишься. И Юшо Абинун, который не отходил от Машера Абейну, он стал его преемником, то есть, он больше всех впитал от Машера Абейну. Вот такая у нас сегодня из главы Пенхаз мы, значит, учим, как это все работает. И для нас это большой урок в жизни, да, то есть, первое, организовать свою жизнь так, как, ну, чтобы вписываться в ритм Всевышнего. То есть, есть ритм Всевышнего, шесть дней работы, седьмой отдыхай. Утром встал, помолился, перед заходом солнца помолился, после выхода звезд помолился. То есть, организуй свою жизнь, чтобы попадать в ритм со Всевышним. И самое-самое главное то, что я хочу пожелать сегодня каждому из нас и себе в первую очередь тоже, чтобы мы нашли тех лидеров, которые нас ведут и которые реально, как Машера Абейну, как Юшо Абинун, которые настоящие лидеры, великие, смиренные, полностью как бы посвященные Всевышнему. И если нам повезет найти таких лидеров, и чтобы именно такие лидеры управляли городами, странами, людьми, а не те, кто управляют сейчас, которые честолюбивые, честолюбивые, да, есть такое слово, амбициозные, честолюбивые, значит, хитрые. Это все, к сожалению, мы сейчас живем в мире, который управляется вот такими людьми, и результат, что мир на грани войны, такой глобальной третьей мировой войны. И это ужасно, конечно, это ужасно, потому что хорошим людям что нужно? Жить, работать, жениться, воспитывать детей и все. Вот это вот то, что нужно по большому счету, по-настоящему нужно всем людям. И пройдя жизненный путь, перейти на небо как с запасом добрых дел, торы и заповедей. Все. Поэтому, чтобы мы нашли таких лидеров, надо об этом молиться. И, значит, с Божьей помощью они где-то... Где-то он есть, этот Машех. В каждом поколении есть Машех, которые, если будет достаточное количество людей, которые хотят, чтобы ими управлял именно праведный такой царь, то он проявится. И вот, если мы об этом молимся, просим, создаем духовную энергию, то тот Машех, который есть в нашем поколении, он есть. В Талмуде рассказывается история, как-то это было еще во времена Рима, когда Рим захватил уже Израиль, разрушил храм. И как-то один из мудрецов спросил у Ильяу Анови, где Машех? Он говорит, он сидит возле ворот Рима, среди бедных. И, ну, там сидели эти прокаженные, бедные. Вот он там сейчас сидит. То есть, а он почему? Такое поколение. Какое поколение, значит, так Машех и проявляется. Вот, так что то, что мы учим Тору, несем божественный свет, возможно, его хватит, да? Нам нужно, как бы, включить вот этот вот много света божественного, и Машех проявится. Седьмая глава книги Мишли, притчи царя Соломона. Вот мы ждем такого, чтобы был как царь Соломон. И начинается, опять же, седьмая глава, так же, как начиналась шестая, пятая глава. Очень важное выражение для каждого, кто изучает притчи царя Соломона. Вот обращайте внимание, в каждой главе царь Соломон от имени Всевышнего, это книга пророчества. Он говорит, бни, сын мой, шмор амарай, сохраняй мои слова, вымит сватай тицпон и тах, и заповеди мои пусть будут береги при себе, да? То есть, цифон, это как бы, чтобы они были при тебе. Значит, что Тору не только надо услышать интересно, а нужно ее сделать своим мышлением. То есть, у человека постоянно в голове крутятся, крутятся какие-то мысли. Он как мыслемешалка такая, всплыло одно, всплыло другое, туда-сюда. То есть, постоянная такая мыслемешалка ассоциативная. Если человек хочет управлять своим мышлением, то он берет и начинает изучать Тору. То есть, он приклеивает свое внимание к словам Всевышнего. Он эти слова, как бы, он их осознает. Потом он их берет себе вовнутрь. Потом он их внутри начинает обдумывать, 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 обдумывать. Оп, и они впечатались и перешли в его мышление, да? Такое, как бы, у нас есть у каждого то, что называется долговременная память. И это вот начинают царь Самон слова, что так надо именно сохранять Тору и беречь при себе. Шмор Митсватай. Сохраняй мои заповеди, да? Мои повеления. Вэхье. И будешь ты жить. Вэторатика ишонэнеха. И Тора моя будет, как зеница глаз твоих, да? Как зрачок. Самое важное такое место в человеке, это зрачок, который принимает свет, через который ты видишь и так далее. То есть Тора должна стать тем фильтром, сквозь который ты оцениваешь мир, смотришь на мир, выбираешь свои действия, что правильно, что неправильно, как поступить. То есть это то, что он советует. Кашрем аль ицбартеха. Завяжи их на пальцы твои. То есть очень важно, чтобы твои руки, они делали, все время человек должен быть чем-то занят. И они делали вещи, которые связаны со служением Всевышнему. И запиши слова Торы на скрижалях своего сердца. Это как бы такое вступление, как учить Тору, для чего учить Тору. То есть не просто послушал и забыл, а именно нужно, чтобы она стала твоей сущностью, твоим мышлением. Потому что по большому счету, если вы проанализируете, понаблюдаете за своим мышлением в течение дня, то у большинства людей мышление, оно все время ищет негатив. Все время ищет ложку дегтя, все время ищет какие-то опасения. Какие-то негативные вещи. Или человеку скучно. И он начинает искать, куда бы прилепиться. И прилепляется к сериалам, к фильмам, к новостям. То есть мышление, в принципе, ничем хорошим не занимается. Да, если человек там работает, то он прилеплен мышлением к решению каких-то конкретных задач. Теперь, если он эти задачи решает, то он радуется. Не решает, он не радуется. Приходит один человек к психиатру и говорит, я полностью в стрессе. Я не могу, значит, больше так жить. Все, я близок к самоубийству. Тут говорит, а почему? Он говорит, у меня очень тяжелая работа. Он говорит, какая у вас работа? Тем вы работаете? Он говорит, я работаю сортировщиком апельсинов. Он говорит, а что за работа у вас? Это сортировщик апельсинов. Это разве такая тяжелая работа? Он говорит, вы не понимаете, доктор. Мне все время приходится принимать решения. Спелый, не спелый. Спелый, не спелый. Спелый, не спелый. Я от того, что мне приходится принимать решения, я все время в стрессе. То есть можно и работая сортировщиком апельсинов быть в диком стрессе. А когда ты учишь Тору, то ты не можешь быть в стрессе. То есть Тора, каждое слово, оно тебя оживляет, оно тебя наполняет, оно дает тебе духовную силу. И вот, значит, в главе седьмой как раз рассказывается не о, то есть глава седьмая в основном, она предупреждает на примере женщины легкого поведения, которая совращает юношу, который пришел на рынок, да, и она прям показывает, как она этого юношу, она его совращает и к чему это все приводит. Значит, это и про женщин, но в принципе это же метафора, это же притча, это про идеологии, которые заходят в голову, как змей вот этот вот, да, которые вместо Торы. И они говорят, слушай, ну отодвинь, ну какая разница, вот есть Оша, да, Оша, а что Оша говорит? А ничего говорит, типа, я не знаю, что Оша, честно говоря, говорит, но есть какой-то Оша, который, значит, и люди, которые за Оша там ашисты они. Я не знаю, как они себя называют, эти ашисты. Ну, в общем, в итоге 26-й отрывок, предпоследний-последний отрывок главы 7-й я прочитаю. Тот, кто идет за чуждыми мировоззрениями, которые уводят от Бога и от Торы, 26-й отрывок. Керабим халалим и пиля ваацумим коль аругея. Многих она убила, эта женщина, и многочисленные сильны те, кто убит ею, да. То есть, все вот эти вот мировоззрения, все вот эти вот расслабления, куда они все ведут? В удовольствие и разреши человеку быть животным. Все идеологии, они, если взять глубоко, что они пытаются человеку объяснить? Что ты животное, делай, что хочешь, и, значит, нет никакого Бога, никаких правил, никакого добра и зла. То есть, живи, живи как животное. 27-й последний отрывок главы. Даркей Шооль. Ее пути ведут в преисподнюю. Байтай Рудот и Эль Хадрей Мавет. И пути, все пути, которые она тебе предлагает, в итоге они спускаются в обиталище смерти. Все. То это как раз результат любых, любых вот этих вот мировоззрений, которые ведут в сторону Торы. Все, дорогие друзья. Всем удачи, успехов. Шаббат, шалом. Видите, приятно, что у нас сейчас нас смотрят в Фейсбуке 85 человек, в Телеграме 58 и в Ютюбе 25. Вместе это получается уже больше, чем 150 человек. Слава Богу, намного больше 150. Почти уже 200 человек смотрят одновременно урок Торы. И это отлично, это прекрасно. Если у вас есть возможность дальше его кому-то передать, переслать, то очень удобно это делать. В Телеграме как раз у нас есть и аудиоверсия. Именно в Телеграме, в канале Вайкра есть аудиоверсия, есть видеоверсия. Потом этот урок попадает на сайт. И можно, например, сейчас у нас заказал урок, как бы можно заказать урок, который вам интересно, чтобы мы сделали видео его версию. Что-то очень важное, полезное, если вы хотите в каком-то вопросе разобраться. Сейчас вот мы будем делать урок о сдате, о как давать, сдака это как милосердие, да, когда ты даешь кому-то помогаешь. И массер, десятина. То есть мы хотим выяснить четко все законы, связанные с этим. И на конкретных примерах объяснить, как правильно помогать. Потому что Всевышний, Он каждому из нас дает вот эту вот часть, которую мы должны передавать другим людям. И от того, насколько ты правильно это делаешь, Всевышний в одном месте сказал, проверьте меня, как вы можете меня проверить, тест. Это отделяйте Моасер и разбогатейте. Кому интересно разбогатеть, кто тоже, наверное, хочет, чтобы было больше денег, то как раз вот мы попытаемся разобраться, спросим знающих таких прям раввинов, как правильно понимать эти слова, которые есть, это слова пророка, и как правильно отделять эту десятину, кому ее передавать, как правильно помогать, чтобы и разбогатеть, и унести с собой в духовный мир то, что ты создаешь в этом мире. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, до встречи, до встречи в воскресенье.